Традиционно в канун нового учебного года в Ленинском районе проходит августовская конференция педагогической общественности. Это и праздничные мероприятия, и подведение итогов прошлого учебного года, и планы на будущее. Подробности в материале Ларисы Вольновой. Августовская конференция – особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к профессии. Она приближает один из самых значимых дней в году, праздник, с которого начинается дорога в мир знаний – 1 сентября. Ежегодно перед началом нового учебного года представители образовательной сферы собираются обсудить назревшие проблемы, проанализировать и наметить приоритетные направления развития. Мы продолжаем работу по модернизации системы образования. Это создание условий для сохранения жизни и здоровья детей, обеспечение безопасности образовательного процесса, внедрения вариативных форм образования, новых форм организации дошкольного образования. И, конечно, первоочередная задача, что касается дошкольного образования, это скорейшая ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения. Большая и самоотверженная работа всего педагогического сообщества в прошлом году позволила достичь значимых результатов в развитии и совершенствовании системы муниципального образования. Все модернизируется, технологии, и мы идем много со временем. У нас есть очень такие выдающиеся заслуги. И среди школ мы вошли в лучшую сотню школ в Московской области. А вы представляете, в Московской области сколько школ? Наши дети стали олимпийскими чемпионами. У нас очень много достижений. В ходе конференции выступил глава Ленинского района Сергей Кошман. Он отметил высокий профессионализм учителей и поблагодарил их за труд. Побеждён, что у нас новый учебный год будет и интересным, и широкоформатным в глубоких знаниях, которые приобретут наши дети. Одним словом, мы готовы к новому учебному году. Опытные педагоги, добрые наставники, заботливые учителя. Конечно, их заслуги трудно переоценить, но важно признать и подчеркнуть ещё раз. Например, с помощью наград в виде грамот, медалей, кубков. Гостей и участников, молодых специалистов, педагогов, ветеранов поздравил с наступлением нового учебного года начальник управления образования Дмитрий Волков. Слова благодарности в ваш адрес, за ваш труд и поздравить вас с наступающим Днём Знаний. Чтобы вы знали, День Знаний у нас официально в России, в нашей стране, в этом году 30-летие, с 1984 года отмечается. Конечно же, я вам пожелаю, самое главное, это терпение и хороших учеников. Но не только учителя и директора приняли участие в конференции. Главными героями стали дети. Музыкальный подарок от школьников наполнил сердца присутствующих нотками праздника, вселил надежду в успех и укрепил веру в будущее.